друзья всем привет всем хорошего времени суток на канале watch view сегодня у нас интересный будет очень видос это будет не обзор часов и не дефиле ремешков а будет если можно так сказать но до дефиле не дотягиваем но некоторый такой подбор безелей и так то что вы сейчас видите уже известные часы все они у нас ну кроме вот этих были на обзоре так давайте посмотрим по очереди и так у нас были вот эти вот это всеми узнаваемые 710 корпус безель на нем сейчас стоит родной именно так эти часы увидели но за исключением ремешка конечно и мы его убираем а если помните мы эти часы ну я менял на них безель и сделал из них вот такие но ремешок был синий сейчас черный потому что тот синий у меня используется в принципе неважно черный ремешок как раз подчеркивает вот эту черную часть этого безеля тем не менее это еще не все и так с этими понятно затем были такие же часы белые и с ними была та же самая модификация поставлен был белый ремешок и безель заводской был заменен на вот такой вот беленький это тоже было на этом канале затем нас есть вот такие часы одни из красивейших на мой взгляд и их бизель мы тоже уберем и будем использовать его с другими мужик в пузыре тоже многим полюбившийся модель его заводской бизель мы снимаем и будем рассматривать с другими ну и пятый участник это самые дешевые командирские часы дешевые я имею ввиду в плане цены это самая бюджетная пожалуй версия часов на механическом без автоподзавода 2414 по-моему да там этот самый механизм в общем он без автоподзавода и это же снимем заводской бизель и дальше будем с ним развлекаться сегодня и так с чего начнем ну собственно давайте с них и начнем и так у меня есть такая вот штука это вставки вставок к сожалению пока немного но и я так планирую коллекцию немножечко развивать и у нас здесь есть зеленая синяя черная вставки давайте сразу скажу по размеру вставок вот это вот исходя вот из такого безеля это он не то чтобы заводской этот безель был куплен отдельно не помню же на каком сайте но вот мы его и ставили белый кстати взят там же и сам по себе такой же только другая вставочка они прекрасно подходят под восток здесь нету храпового механизма который обеспечивает нам вот эту самую трещотку гребеночку такую и здесь нет поэтому эти безели просто свободно вращаются востоковские же безели это вот такие но они крупные то есть вот этот безель который вот этой модели вот это он на самом деле крупнее чем вот этот примерно 2 на 2 миллиметра сейчас вам скажу размеры с этим пока не заморачиваемся будет позже значит размеры самой вставки если взять вот эту вставочку и вытащить кстати вставочка сама приклеена таким клеем типа момент ну то есть он если и подковырнуть ее можно снять а вот это вот клейкое место потом вычистить и соответственно накидывается сюда другие подбирать как какие вам больше нравятся и приклеивать на такой же клей либо на двусторонний скотч можно вырезать и тоненькую сделать у прокладочку здесь положить на тонкий двухторонний скотч я этого сейчас делать не буду просто будут накладывать еще один момент вот этот безель вот он такой же вот обратите внимание здесь вставка во первых сама по себе вставка плоская видеть это то что я покупал на каком-то сайте именно этот безель а он плоский здесь ставка такая же плоская то есть ну понятно что берем инструмент какой-нибудь у меня например то скальпель вот такой и здесь вот туда суем подцепляем и потихоньку подрезаем ее и приподнимаем чего не сделать вот с таким безелем вот с этим с востоковским вот от 170 корпуса почему потому что здесь подсовывать некуда здесь идет защита здесь вот тут вот металлическая стенка и вставку можно выколупать оттуда только вот так вот но то есть соответственно значит это придется ее повредить наверняка чего делать не хочется поэтому в этот безель мы вставки не будем вставлять они кстати и по размерам чуть-чуть я так вижу другие хотя нет мнения такие они не не другие все-таки чуть-чуть дух больше должен быть размер но мы будем говорить вот про эти и так внутренние размеры самого безеля значит вот этот вот диаметр внутренней вот этот вот который одевается у нас на часы 33 6 ну короче 33 с половиной на получается ну а толщина самой вот этой вставки 18 то есть около двух миллиметров получается с другой стороны вот эти вставки что у меня как видим они не плоские они такие как усеченный конус тут может быть видно не видно не знаю но я думаю видно будет на камеру и когда их ставишь сюда там получается щель вот видно будет но по сути это ничего страшного если на двусторонний скотч что чуть закроется потом опять же это вставка керамическая на алиэкспресс есть такие же различные цвета но вот такие вот плоские прямые поэтому вот вот такие не эти а вот эти сегодняшняя задача сегодняшнего вот такого видоса это вообще посмотреть с какими безелями и какими цветами будут смотреться те или иные часы поэтому давайте приступим и так самое интересное у нас сейчас начнется 431 корпус за вас заводской безель стоит на этих часах что-то мне не нравится как стрелочка давайте ее подведем куда-нибудь вот так что вот значит может смотри вот так выглядит весьма прикольно симпатично и поехали менять это заводской сразу начнем ставить на него металлику все металлические которые у нас есть у нас есть вот что вот такой вот безель это от корпуса 710 видим вот как это будет выглядеть смотрите сами как говорится против заводского дальше вот этот от 90 корпуса но он сюда не подойдет то есть он по стеклу подходит по внутренним диаметром подходит но дело в том что он здесь упирается вот в головку то есть он слишком широкий он все-таки для большого корпуса поэтому сразу не далее кстати тоже касается и вот этого безеля от 170 корпуса он тоже по стеклу вроде подходит но здесь вот он вот видно что он тут упирается в головку поэтому даже со вставками он сюда не подойдет имейте ввиду безель вот от этих часов на обычные классические командирские не подходит так теперь корпус здесь глянцевый ну типа аля полировка я понимаю что это никелирование на но не важно и вот глянцевый гладкий безель вот так это будет выглядеть вместо гладкого можно повесить матовый вот как это будет мне кажется это вообще как бы из другой опер и все совсем и не то по крайней мере вот это точно их не улучшает ну никак теперь начинает самое интересное понятно что этот мы посмотрели уже так случайно он сюда не подходит и поехали вот этот вот беленький в головку не упирается все нормально все хорошо но возможно если с белым циферблатом будут часы будет еще и нормально потому что по сути он становится как бы толще и часы начинают выглядеть как бы ну дороже что ли но да по цвету не подходит мы сейчас поставим другие цвета и посмотрим что будет с ними и так здесь у нас есть синий цвет в ремешке присутствует черный и разметка белая а значит можно смело попробовать вот эту вот замечательную расцветку то что мы ставили синий бело-черный и вот как это будет выглядеть в данном случае часы сразу смотрятся по-другому уже даже и не узнается в них вот та самая те самые командирские ощущение что это амфибия просто с другим циферблатом ну что ж весьма неплохо с учетом цены этих часов очень даже здорово давайте поменяем вставочку зеленый понятно сюда не пойдет вообще нот нас интересует час черный и синий и так черная вставка на этот корпус вот как это будет выглядеть и синий вставочку сейчас посмотрим она по идее должна быть практически в тон циферблату и мы посмотрим что из этого получится ну вот собственно но такой яркий в общем то цвет да на алиэкспрессе много таких есть всякие на ролик соски эти хомажи ставят такие безелина на всякие разные другие часы ну в общем то вот смотрите сами насколько это приемлемо или неприемлемо я уж тут не буду на комментировать вы сами все ведь ну и завершаем их возвратом заводское состояние как то так так теперь вот эти так вот это изначально их состояние кроме ремешка замена была как я уже говорил на вот этот вот этот вариант уже то есть вам знаком опять же ремешок черный поставлен специально чтобы поддержать черный цвет на безеле а синий поддерживает цвет на циферблате хотя до этого ремешок был синим если оставил ну теперь давайте посмотрим их с другими вариантами по металлику давайте сначала пройдемся посмотрим что это даст корпус здесь глянцевые соответственно ставим глянцевый металлический гладкий безе вот как ну такую версию я уже показывал у себя на канале я это уже делал поэтому вы вполне себе можете это узнать ну в смысле вам может показаться знакомым матовый такой же ну наверное ни о чем не знаю далее посмотрим безе ли от других часов вот этот и здесь мы упираемся в ту же самую ситуацию что от 90 корпусом бизнес туда втыкается в головку цепляется и он не подходит то есть корпус от 90 подходит только к 90 либо к 170 ну и от 170 тоже здесь на видео он вроде нормально на самом деле вон он наступил на головку в закрученном состоянии поэтому давайте посмотрим что будет с белым здесь присутствует белый цвет поэтому как бы как бы вот так но опять же нет но на мой взгляд вообще ни о чем просто это какой-то трэш какой-то блин как будто велосипед на помойке по запчастям собирали не то вообще а вот теперь зеленый понятно здесь не нужен а вот теперь самое интересное итак пробуем ставить сюда черный просто черную керамическую ставку с алиэкспрессом размеры к ставке вставки кстати я не знаю сказал размеры вставки будет тридцать один с половиной на 38 ну и вот как это выглядит вот это уже поинтересней по крайней мере с черным ремешком это уже поинтересней и подобные сочетания нам попадаются на том же алиэкспрессе с другими часами возможно что циферблат на этих часах сам по себе не очень такой модный красивый что ли я-то его выбирал за то что он тут такой известный был но теперь у меня если честно уже раздражает нужно уже просто его менять именно эти часы у меня для экспериментов поэтому на них будет потом пытаться ставится и стекло другое и всякие стрелки другие в общем это такой подопытный кролик тем не менее можем посмотреть как будет выглядеть на этой амфибии черный безель и синий циферблат дизайн самого циферблата можно пока особо не рассматривать я думаю тут есть какой-то смысл и в заключении с этими часами синий цвет по сути можно сказать в тон циферблату хотя небольшое отличие будет и вот так вот как это выглядит опять же мы подобные вещи уже видели на алиэкспрессе с другими часами возвращаем а не надо что-то возвращать кстати давайте мы еще посмотрим как на них будут выглядеть что тут не цепляется да непонятно вроде не но как бы наш что-то может в этом есть не знаю он как бы есть его как бы и нету ну то есть он совсем не явный такой да и отсюда и так закончили мы с этими часами переходим к таким же но белым опять по умолчанию это было вот так этот безель был заменен на белый в нем собственно эти часы до сих пор ходят с этим с белым бетелем белого ремешком белым циферблатом это чисто летний вариант ну а теперь поехали смотреть что тут можно интересного вытащить опять же металл в четыреста тридцать первом корпусе но вам тут как бы такой не пойми не пойми чего зеленый к нам сюда не подойдет металлики два металлика вот матовый вот полированный никелированный точнее и хромированный ну так в общем имеет право быть от 90 я уже сказал сюда не подходит от 170 тоже и так у нас тут есть белые у нас тут есть синий нету черного но можно предположить не охота и честно говоря лень менять черный ремешок и вот как это будет выглядеть но если поставить черный ремешок тогда здесь совсем никакой будет белый циферблат он тут вообще нафиг не нужен будет поэтому нет нет мне кажется вообще не то давайте посмотрим что это будет синим вот синий но тоже короче нет тоже нет но нам хотя не знаю может кому-то и зайдет ну так в принципе есть в этом какая-то дизайнерская мысли нет но мне кажется не то и давайте сейчас посмотрим черный и вот черный не знаю как если поставить черный ремень будет просто будет белое окошко такое но как бы не знаю наверное нет мне кажется в данном случае либо что-то может быть как-то поставить яркое либо что проще вернуться вот к белому и будет самое оптимальное а но еще байкал байкала у меня нету но когда будет с ним тоже будут различные проверки других этих самых других безелей других часов точнее следующая у нас модель 170 корпус он тут на браслете он сам по себе конечно очень красивый безель у нас в тон циферблату но давайте поставим его заводское состояние давайте посмотрим что мы как мы сможем с ним по извращаться убираем заводской ну и для начала ставим с 90 корпуса посмотрим как с ним будут играться и вот она я не знаю кому как но я когда примерял мне если честно очень даже понравилось вот эта красная разметка красная шкала весьма хорошо поддерживает стрелку а все остальное в основном это все работает на корпус но он его не портит он его делает как будто богаче и циферблат за счет того что он сам солнечный лучи вот такой вот он насыщенный в принципе хорошо выглядит но по крайней мере не ужасно все весьма довольно таким к нему подходит ну размер еще имеет значение конечно так давайте посмотрим теперь металлик ну вот такой металлик от 710 корпус ну тоже в общем что то в этом есть не знаю мне свое мнение я как бы все уже перепробовал смотрю что хоть как-то более-менее подходит или нет ну вроде ничего так и вот там ну да вот еще одно четверт но опять же слишком он мелкий здесь он нормально он садится хорошо он крутится будет нормально но смотреться так тем более здесь корпус такой как сатинированный он матовый а вот этот глянцевый не особо и так матовый корпус матовый гладкий безель ну вот мне кажется очень сильно изуродует ну то есть как то такое ощущение что это заготовку не доделали как будто на него еще нужно один безель посадить по внешней стороне но в общем нет на мой взгляд очень даже нет хорошо сказал очень даже не ну полагаю то же самое будет с глянцем смотрите вот слишком много металла по сторонам и вот это вот уже не так смотрится так ну и теперь собственно что синий мы сюда ставить не будем он здесь ни к силу ни к городу а вот черный и зеленый вполне себе даже можно но для начала посмотрим белый и так вот он белый безель ну смотрите сами и ничего даже сказать и теперь теперь ставим сочетание синий с черным тоже не пойдет то есть у нас только зеленый и только черный так вот он зеленый вот это уже интересно становится здесь уже нам похоже на тех самых ролик сахамажные халки помните наверное видели на алиэкспрессе вот это что-то уже типа того и здесь видно что циферблат именно солнечные лучи а безель керамика это прям заметно на мой взгляд очень даже неплохо то есть вполне себе сможет существовать в альтернативу заводскому состоянию ну и давайте посмотрим черный и вот черный ну черный конечно мне кажется должен быть с черным либо хороший вариант был бы с черным безелем если бы сам циферблат шел градиентом от зеленого к черному и у востоков есть такие часы есть такие циферблаты и даже там же стоят черные собственно и безель ну в общем есть к чему стремиться можно купить отдельно циферблаты на амфибию поставить конечно ставить циферблат в значительно геморрой не чем безеля это понятно но так вот так ну вроде как все у нас со сто семидесятом и поехали на 90 это завершение сегодняшнего такого трэша итак поехали заводское состояние 90 это вот этот все его знаем помним все прекрасно поехали по металлам прошли 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 прошвырнемся это у нас от сто семьсот десятого но в принципе он сюда подходит почему нет дальше дальше у нас от командирских ну нет видно маловато и сразу появилась за ним пространство вот это вот такая порожек такая полочка получилась конечно он мелковат для него нет далее самое смешное пошли вот так вот будет выглядеть с гладким безелем опять же в никуда гладкий же но глянцевый то же самое так теперь померяем все таки вот как сюда становится безель от сто семидесятого но обратите внимание если бы здесь был другого цвета сам циферблат его можно поставить или выбрать из наличия из тех что в наличии другого цвета блин ну который попадает по подходит к зеленому не не вот этот лазурный то в принципе то сюда неплохо становится сам безель и корпус выглядит классно вот с этим так что они действительно такие друг друга заменяют очень сказать неплохо цвет да цвет другой но так в общем по корпусу соотношение габаритов корпуса к самому безелю к разметке ну как бы отлично мне кажется классно ну да не тот этот самый не тот циферблат теперь поехали вот этот белый ну вот смотрите и погнали что у нас тут может подойти но тут синий вряд ли тут вот этот вот цвет морской волны он как бы нет ни синий ни зеленым поэтому вот если на него поставить синий будет вот так если на него поставить зеленый будет вот так ну и в конце концов поставим на него просто черный и это будет выглядеть вот так ну вот и все собственно на этом такой обзор безель и их сочетание с часами заканчиваем пишите в комментариях свои замечания кому что понравилось что не понравилось какие может быть идеи скорее всего в дальнейшем будут использованы какие-то яркие вставки там оранжевые разноцветные там еще какие то просто это все денег стоит и как бы это все нужно думаешь либо вот 4 безель там 4 вставки за полторашку каждую взять или целые часы на обзор то есть тут еще надо как-то все это вместе продумать поэтому вот ну что ж на этом я заканчиваю с вами прощаюсь до следующих обзоров и наших дефиле всего доброго хорошего всем времени всего доброго хорошего всем времени